Я прибежала домой после йоги и сейчас по-быстрому приготовим вкусный обед для мужа и для себя. Владислав сегодня обедает в лицее. Вы меня спрашиваете про лицей, сделать отдельное видео. А что вам рассказать про лицей? У меня про образование во Франции есть уже отдельное видео, поэтому вы можете посмотреть. Оно, правда, уже достаточно старенькое видео, но все равно есть, если что-то есть вопрос, Владиславу, вы задайте, а я ему спрошу, и он ответит. Итак, что я сегодня готовлю? По-быстрому я готовлю кальмары, как мы любим, может быть, не все так любят, мы любим со специями, с укропчиком со свежим. Смотрите, какой укропчик мы покупали, я его в стаканчике и воду меняю каждый день, и он стоит очень-очень долго. И самое главное, украшает кухню просто супер. Такой букет полезный, я такие букеты полезные люблю. Вот сейчас кальмары мы покупали в Гранд Фрей, я выбросила упаковочку, но я вам называла цену. Сейчас, если найду упаковку, то покажу цену. И я добавляю чуть-чуть замороженного горошка, смешиваю томатную пасту. У меня томатная паста 100%, ничего нет. Сейчас покажу ингредиенты. Где они, ингредиенты? Там одни помидоры, вот они, ингредиенты, не фиксируются. Томаты. И добавляю немного сметанки. У меня безлактозная, можно любую сметану, можно греческий йогурт и специи. По вашему вкусу, у меня еще здесь зеленый лук, можно поджарить лук, и это очень быстро. Потом с любым гарниром. Александр любит очень с рисом, потому что получается много соуса, и это вкусно. И сейчас я вам покажу цену, сколько стоит. Вот, я нашла цену. Так, открыто окошко, и, конечно же, вот смотрите, у нас еще теплота. И из-за того, что море пробудукты, все мухи. Ой, в этом году этих мух. Так, смотрите, стоит килограмм 11,50. Ну, это такие кальмары, кольцами, это не целые кальмары. И 322 грамма. Конечно, они ужарятся, будет намного меньше. Вот. Я еще сделаю салатик, и в салатик мужу добавлю подкопченную рыбку. И вот стоит эта радость 3,70. В грамм фреймы покупаем. Сколько у вас стоит морепродукты, напишите в комментариях. Есть страны, где писали недорого, а есть страны, где очень-очень дорого. Да, я еще забыла сказать, что я не салю. Но знаете, потому что морепродукты, они уже соленые. Тот, кто ест немного соли, соль нужно обязательно добавлять, но не пересаливать. Это самое важное. И я делаю свою соль. Помните, у меня на канале «Худеем по-французски селена Франция» или «Экономная сибиречка Франция» Я вам показывала, как я делаю соль из водорослей. И вот эту соль мы прям потом посыпаем или в салатик, или на готовое блюдо. Я сейчас вам покажу эти водоросли. Они у меня еще остались. Мне подруга присылала. Спасибо ей огромное. Из России. У нас тоже продают водоросли, но они продаются в биомагазине. Я вам как-нибудь пойду покажу, сколько они стоят. Я здесь в своей кладовке ищу в своих припасах. Так, где у меня... Да, вы попросили очень перевести видео француженке. Я обязательно переведу, что она советует, как советует хранить муку. У меня тоже там запасы муки есть. Все-все вам расскажу. Переведу весь ее лист. Все, потому что многим заинтересовалась. Не из-за того, что что-то не будет, а из-за того, что цены поднимаются. Вот такая. Вот из такой морской капусты я делаю соль. Вот в каком магазине. Я уже несколько раз показывала вкус виллу. Да, и что еще хотел показать. В Баркарысе, когда мы ездили, в Стоке покупали вот эти специи. Я не знаю, кто их производит. Для... может быть... Сейчас найду марку. Нет, не найду. Они стоили копейки. И очень-очень вкусно. Для овощей. Тут написано для брокколи и для любой капусты. Ну вот даже мясо очень даже классненько. Классненько. Сегодня я буду делать свое варенье, но мы не можем найти чистый пектин. Он исчез из магазинов. Из биомагазина. Я заказала, но не знаю, привезут или нет. Посмотрим. И вот такая супер тарелочка у меня по-быстрому получилась. Сейчас я вам покажу, что в этой тарелочке. Я тут немного изменила. Здесь у меня простая тертая морковь. Я добавила кумин, приправу зира. Затем у меня мягкий творог. Я его уже вам показывала. Такой сыр-творог это, скорее всего. В нем очень много белка. Поэтому я добавила чуть-чуть такого сыра. Проростки. Почему они бордовые? Потому что это проросточки. Вот они у меня. Это проросточки свеклы. Затем кальмарчики. Здесь у нас клетчаточка и белок. Здесь у нас белок и углеводы. Потому что готовый горошек это углеводы. И здесь у нас вместо риса Александру. У него здесь долма. Он обожает. Это фейдувинь по-французски. Листочки виноградные. И там рис. И получилась вот такая супер тарелочка. Муж зашел на кухню и говорит, господи, какая красота. Спасибо моей жене. Да, Шериль? Все бо? Вон он говорит. Все бо. Я манжет. Я говорю. А табля. За стол. Сейчас ему накроем. Еще я поджарила ему хлебушка. Добавила. Добавки будет, если захочет. Хлебушек у него... Сейчас покажу, какой. Хлебушек у него органический. Из биомагазина. Из кукурузной муки. Он обожает. Поэтому... Как-то так. Прогар, Шериль? Илариф. Илариф, илариф. Илариф, прогар, тут. А, супер. Супер. Трет-ребов. Трет-ребов? А. Гениал. Гениал. Сказал Александр. Доволен. Да, Шериль? А. А себе вместо долмы я себе там тоже поджарила свой хлеб. Булочки из псиллиума. И здесь у меня кимчи. Первый раз я купила кимчи. Вот сколько живу, первый раз попробовала кимчи. И мне так понравилась лактоферменте, ферментированная кимчи. Продается в биомагазине. Конечно, это баночка. Я не знаю, как делать, если кто-то знает. Надо найти в интернете, наверное, долго будет вам писать. Я вообще... Это, наверное, китайская капуста кимчи. Нужно мне про это все узнать. Мне понравилась больше, чем обычная капуста. Ну, я, наверное, остренькое люблю. Поэтому в биомагазине такая баночка. 380 грамм стоит 4 с чем-то евро. Надо научиться делать самим. Кимчи – это японское блюдо. Кто живет в Японии, напишите. Александр работает, как всегда. Даже в обеденный перерыв работает. Сейчас пойдет на работу. А я накормила мужа. Все убрала. Вам уже смонтировала видео. И сейчас буду делать пектиновое варенье с малиной. Александру понравилось. И с яблоками. С замороженной малиной. И вот знаете, сейчас разрезаю яблоко. И у меня такая мысль. Как редко мы теперь видим яблоки червивые. Потому что все же яблоки обрабатываются синтетикой. И вот только яблоки, которые я покупаю в биомагазине или вот сама собираю. Знаете, вот в лесу можно найти дикую яблоню. И тогда яблоки могут быть червивыми. В этом году мы собирали черешню морлизу у сестры Александры. И она была вся-вся червивая. Вот. И вот яблоко разрезаю. И прям даже порадовалась, что она червивая. Часто ли вам подоплодаются червивые яблоки? Напишите в комментариях. Ладно, буду дальше делать свое варенье. Малинка, корица и лимонный сок. Пектин. И варенье готово. Сегодня пятница. И сегодня день пиццы в нашей семье. А мне что-то стало так лень готовить. Я сегодня не так наготовилась уже. Поэтому я говорю, схожу, куплю вам вашу любимую пиццу. И будет у вас радость. Тем более Александр приходит сегодня поздно. Он еще дострянет. Дострянет только когда ему могут позвонить в любое время. Поэтому я говорю, я заморачиваться не буду. И поэтому дала себе сегодня отдых вечером от готовки. Быстро разогрею пиццу. Да и все. Сейчас читала ваши комментарии. На подписчице написала. Лена, почему у тебя круги под глазами? Отеки под глазами. Ну, мои хорошие, я же человек. Понимаете? Я же вам не говорю, но все равно я переживаю. Вот как только не высплюсь, то одно, то другое. То вот из-за того, что вы все знаете, из-за ситуации. Мне же тоже и родственники везде. И вообще неприятно, когда тобой пользуются. Вот. Поэтому. Ну, все мы люди. Блогеры. Поэтому и не поспишь. Ну, круги под глазами. Или воды на ночь напьешься. Вот. Поэтому я от вас ничего не скрываю. Кто бы мне написал. Лена, что ты на голове очки носишь? Даже когда не солнечно. А знаете, в Провансе здесь такая люминезите, они говорят. То есть, такая яркая. Даже если пасмурно, если тучки, иногда вообще невозможно без очков. И лучше очки таскать с собой всегда на голове. Поэтому вот так вот. Вот. Ну, ничего страшного. Погрустить тоже иногда неплохо. А потом снова на позитивчике. Я там спросила в своем телеграм-канале. Девочки, про рецепты снова вас достаю. Про эти рецепты. Некоторые написали, Лена, объедини все каналы. Все три своих каналов. Не заморачивайся теперь с этими тремя каналами. Которые, ну, так там. И они говорят, объедини все три канала и все делай на одном канале. И рецепты, и советы, и блоги. Что вы думаете? Напишите в комментариях. Сейчас к нам заезжала Даниэль, свекровь. И посмотрите, что она привезла. Она обожает фланг. И Владислав тоже обожает фланг. И вот это самое популярное во Франции, наверное, булочное. Мари Бланшер. Французы посещают эту булочную. Каждый день покупают там багеты. Мы с вами, кстати, заходили. У меня даже маленькое видео есть. Шортсы, что продают в этих булочных. Ну, конечно, глаза там разбегаются. Очень много различного хлеба. Различной выпечки. Это такая сеть булочных. Не знаю, может быть, она существует. И в других странах. Напишите в комментариях. Вот здесь, смотрите, у них вот такие коробки. И на этих коробках написаны все города и все регионы, где находится эта булочная. Вот нужно посмотреть, где она находится. Вот. Я думаю, что во многих странах. И Владислав у меня тоже обожает вот такой фланг. Но в этот раз Даниэль привезла очень вкусный фланг. Потому что, смотрите, он без теста. И всем он очень-очень понравился. Я такой фланг не покупала. В основном мы покупаем всегда в виде пирога. У меня в виде пирога есть рецепт на канале Худеем по-французски, Селена Франции или Живь Сибирячка во Франции. Давно я делала этот рецепт. Я вам его найду. И если его нет на канале Худеем по-французски, Селена Франции, я вам перенесу этот рецепт. Но вот французские, кстати, врачи и диетологи говорят, что детям вместо вот этих сухих завтраков, которые очень калорийные, сладкие и не совсем полезные, хотя у меня Владислав тоже любит, предлагают делать флян или покупать флян. Хотя его делать очень-очень легко. Посмотрите рецепт. Потому что здесь и белок, яйца, там и желток, и белок, и молоко, и немного сахара. Смотря сколько добавишь сахара. Поэтому вот сегодня мы чаепитие устраивали с Даниэлем. Я, конечно, тоже напекла всего, но не снимала. Хотелось просто пообщаться. Субтитры сделал DimaTorzok